друзья всем привет мы сегодня приехали на фестиваль автодомов абуна фест сегодня очень жаркая погода я думаю сейчас будет немножко истории о том месте где мы находимся город мценск один из древнейших городов центральной россии был военной крепостью и торгово-ремесленным центром название идет по расположению на реке мцена в девятнадцатом начале двадцатых веков мценск стал одним из центров культурной и духовной жизни орловского края здесь набирались впечатлений осмысливали жизнь и отражали ее своих произведениях иван сергеевич тургенев лев николаевич толстой композитор василий сергеевич калиников и многие другие абуна фест ежегодный крупнейший фестиваль автопутешественников который проходит в близ села спаская лутовинова неподалеку от музея-заповедника тургене ссылки на музей и фестиваль уже внизу а я предлагаю посмотреть обзор модульного дома на колесах одного из путешественников фестиваля в январе 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 Илья, привет! Привет! Расскажешь про свой домик? Что это вообще за машина? Откуда появилась такая идея? Ну, машина Dodge Ram 2500 Один из самых больших пикатов Предназначена машина для экспедиции в степи С максимальной автономией Бак здесь 130 литров Мотор 5,7 Но самое главное, это, конечно, его жилой модуль А что это за компания Pelegrim Kemper? Компания Pelegrim Kemper Это производители как раз жилых модулей в пикапы Это основное их направление Также они делают домики на платформе То есть модуль изготовлен по яхтенной технологии То есть это фанерный каркас Обшит стекловолокном Вот и стекловолокно залито смолой И сверху покрыто гель-коутом То есть, по сути, такая большая яхта на колесах Вот, если окна задрают, то поплывет по морю-океану без проблем Покажете, что внутри у вас? Ну, да, конечно Но там все у нас еще, помимо того, что внутри, еще много чего есть снаружи У нас наверху вот палуба для загорания 2,20 на 2,15 Сверху большая солнечная панель надальком На 350 ватт Что придает нам такой существенной автономии Вот, теперь можно пойти внутрь Ну что? Ну, красота у вас прям Да, по-домашнему Да Ничего себе А что это за такая розетка? Ну, это у нас стоит инвертор И у нас техника вся бытовая на 220 вольт Работает через инвертор Вот, аккумулятора на 100 ампер хватает на все это удовольствие Вот, ну, поэтому плюс ко всему простые бытовые приборы Там, тостер включить Холодильник тоже бытовой? Холодильник, вот он самый обыкновенный Смотри Вот, холодильничек 95 литров с морозилочкой 95 литров? Да Вот, из доработок вот такая вот защелочка, чтобы дверка не открывалась Ага Очень просто все Дзиньк И, кажется, практически выглядит как штатная история Видите? Наплатыкался Одной рукой делаю Но это вся история, получается, хедмейт? Ну, а как еще? То есть все шкафчики Ну, вот фасады у нас икеевские Это, пожалуй, единственное, что... Все остальное сделано вот руками Ну, соответственно, окна покупные Ну, да, да Это история... Отделка, естественно, полностью ручная Летом здесь жарко? Слушай, вентиляции хватает, поэтому совершенно нормально Окна все нараспашку Внизу есть приточные Каналы, сверху вытяжка Туда-сюда То есть когда готовишь, вытягивает Когда жарко, притягивает А спальное место? Спальное место, это самая изюминка наша, можно сказать Это просто огроменная кровать Метр пятьдесят пять на два пятнадцать На два десять Обалдеть Альков Вот здесь такие фонарики у нас Зарядочка телефона тоже тут присутствует у каждого Здесь вот мониторчик Это если вечером кто-то в гости пришел, снаружи стоит камера Можно посмотреть, никуда не лазить Это вот управление пультик отопителем автономно Опять же, чтобы не вставать, не бегать Очень удобно Полочки такие прям Это вот изюминка пилигрима Вот в Алькове сделать вот такую полочку С такой вот подсветочкой А бак с водой у вас где? Бак с водой стоит внизу, естественно И ближе к центру автомобиля Вот здесь бак на сто литров И еще снаружи у нас канистры Там двадцать литров воды И, конечно, очень немаловажный момент Сам технический узел Восемьдесят на девяносто сантиметров Вот, прошу заглянуть Вот, с горячей водой Это газовый проточный отопитель Обыкновенный биотуалет Впоследствии, наверное, применяется на более дорогой С кассетой снаружи Тут мы перевозим... А этот не устраивает? Устраивает, просто не очень удобно бак менять Ну, только такая блаш, что называется Хочется больше комфорта Здесь вот раковина Газовый проточный нагреватель Вот, баллон газовый один стоит и на комфорке, и сюда Да, вот такого баллона на двенадцать литров нам хватило на целый год На целый год? Да, ну мы сделали там три больших поездки Там по несколько тысяч километров И вот за все это время мы только-только вот Сейчас вот мы уже год путешествуем Только сейчас поменяли баллон Двенадцать литров хватило Ну, а вот так вот по домику все устраивает? Или что-то переделают, доделали? Ну, надо еще доделать немножко Вот у нас здесь купе еще не обустроено Вот мягкая мебель Здесь просто матрасики сейчас накиданы А вообще здесь будет мебель, подушки, ну, салон достроить надо А так, в принципе, все сделано уже и получаем, в общем, удовольствие Но самое главное, конечно, полный привод Ну, это... Настоящий и честный Это честный, да, спереди тоже мост стоит И, в общем, ради него все и затевалось Чтобы мы могли легко съехать с дороги с асфальтовой Любые грунтовки, проселки, пересеченная местность Ну, конечно, понятно, что не для болот Потому что техника тяжелая Штатная подвеска выдерживает этот модуль? Сколько он весит? Значит, модуль, вот этот снаряженный Этот самый большой модуль весит с водой, аккумуляторами Короче, снаряженный полностью тонна Вот, а запас грузоподъема с нашего автомобиля Тонна 250, то есть запасом На всякий случай мы поставили под заднюю подвеску пневмобаллоны Но, в общем, можно и без них Но лучше с ними Но здесь категория B, да? Нет, здесь категория C А, категория C? Да, снаряженная масса здесь 4 тонны Это на 500 килограмм больше, чем категория B Обалдеть Так что... Да У меня даже у супруги категория C есть Так что она вводит эту машину с большим удовольствием Да, но так, конечно, удобно Вот, еще важный момент Здесь у нас есть еще вот такой вот столик Трансформер Мы можем вот так вот присесть Вот, здесь мы вот в шестером садились и ужинали Не тоже набивались, а именно комфортно В шестером здесь В четвером прям совсем комфортно В шестером это предел Вот, можно посидеть Вечером потусить Вот, столик этот можно потом сложить И вот здесь получается еще одно Так, извините Лавочки Вот, вот здесь получается еще полтора спальных места А сам механизм это самодельный? Нет, это друзья китайцы То есть специально для таких столов Аналог всяких дометиков и прочей истории Ну, в общем, вот такой вот Я покупал в свое время за 6 тысяч рублей Ну, сейчас мы чуть-чуть подавлю Ну, да Спасибо большое, Илья Спасибо большое Домик вообще Заходите к нам в гости Домик огонь Надеюсь, что мы еще увидимся Счастливо Заходите к нам в гости Ну, что, друзья Я думаю, на этом мы и будем заканчивать Спасибо всем, кто посмотрел это видео По-прежнему ставьте лайки, комментарии Репосты И подписывайтесь Вся информация будет там Ну, и до новых встреч Всем пока Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»